Владимира Путина попросили уйти. Сегодня напротив Кремля на Софийской набережной появился огромный баннер с портретом премьера и надписью «Путин, уходи». Провисел он, правда, недолго, около часа, а повесили плакат активиста движения «Солидарность». Впрочем, можно сказать, что премьер прислушался к призыву. Сегодня он ушел в отпуск, но только на один день для того, чтобы пообщаться с молодыми юристами, которых он хочет видеть своими наблюдателями на мартовских выборах. Пока говорили, премьер успел и процитировать Юлия Цезаря, и предложить сотрудничество партии «Яблоко». Все самое интересное собрала наша коллега Лола Тагаева. Лола. Добрый вечер, коллеги. Путин сразу отметил, что никогда не хотел принимать участие в выборах, назвав их противной процедурой, самой ужасной – обещать что-то избирательным. Я процитирую премьеру, у меня просто язык не поворачивается обещать того, чего сделать невозможно, и при этом кажется, что если не наобещать, то это будет недостаточно, что наоборот, надо обещать. Конец цитаты. Но, тем не менее, Путин уверен в своей победе и готов не только к выборам, но и к второму туру. В соответствии с действующим законодательством у нас возможен второй тур. Это будет зависеть от воли и изъявления граждан. Разумеется, я бы и не стал выставлять свою кандидатуру, если бы не рассчитывал на победу. Я также понимаю и думаю, вы тоже понимаете, что второй тур неизбежно будет связан с продолжением определенной борьбы, а значит известной дестабилизацией в этой политической нашей ситуации. Но ничего здесь страшного нет, я к этому готов. Если потребуется, значит будем работать во втором туре. Таким образом, премьер впервые заговорил о возможности второго тура, и пока что из избирательного штаба в СМИ сливалась информация, что все силы будут брошены на то, чтобы выборы президента прошли все же одним туром. Но самое неожиданное было услышать от Путина вот что. Я уже говорил о том, что приглашал идейных людей из партии, которые считаются оппозиционными, из правого дела, из Яблока, на работу. Путин отметил, что уже обсудил со своими коллегами о делегировании этим оппозиционерами своих представителей в исполнительную власть. Григорий Алексеевич – хорошая команда, там много хороших профессионалов, подчеркнул премьер. Он заявил также, что готов передать необходимое количество мандатов наблюдателей за президентскими выборами представителям Яблока, если они того захотят. Лидер Яблока Сергей Митрохин уже ответил ему, заявив Рену новости, что у партии много предложений от кандидатов поделиться своими наблюдателями. Но Яблоко согласится работать с теми, кто готов будет принять наблюдателей от Яблока на конкретных участках, а не куда там зашлют. Что же касается Путина, то, процитируя запись в твиттере Митрохина, ему придется подписать со мной соглашение о выполнении ряда условий. А Путин тем временем продолжал удивлять. Один из будущих наблюдателей спросил его, можно ли им будет сотрудничать с голосом. Путин ответил положительно. В этой договоренности молодые юристы сразу же сообщили в твиттер-трансляции за чистые выборы. В самом голосе были удивлены такой реакцией, но к сотрудничеству оказались готовы. Я в интервью заявлял о том, что голос готов сотрудничать со всеми, в том числе с Владимиром Путином, с его командой, в плане наблюдения за выборами. Поэтому для голоса это один из кандидатов, который, если готов, его штаб будет обратиться к голосу за какое-то сотрудничество, начиная от обмена информации о нарушениях, заканчивая обучением наблюдателей, членов комиссии, то голос готов предоставить свои материалы, свои наработки для того, чтобы это прошло максимально качественно и профессионально. Меликаньянс отмечает, что ранее и другие кандидаты заявляли в СМИ, что хотят сотрудничать с голосом, но дальше дело не пошло. И, по словам эксперта, наблюдатели от кандидата или партии, безусловно, являются ангажированными и отстаивают интересы делегировавших их. Но в совокупности картина, представленная несколькими наблюдателями, может претендовать на объективность. Неожиданность сегодняшней либерализации Путина связана с тем, что по итогам начала избирательной кампании, митингов, заводских рабочих, горняков, казалось, что Путин решил мобилизовать определенный узкий электорат, рабочих, бюджетников. И сейчас уже выдвигаются версии, что Путин все-таки решил заигрывать и с более либеральным средним классом. Но, скорее всего, сегодняшняя премьерская отепель связана с продолжением взятого курса на минимизацию в СМИ и блогах скандалов и подозрений, связанных с частотой проведения выборов. Коллеги. Спасибо, Лола Лолота Гаева, о том, как Владимир Путин провел свой отпуск длиною в день.